Правки, 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 правки. Мы тогда даже не думали, что это незаконно. Просто пришли в подъезд, нарисовали. Нас обоих забирает в полицию. За 10 минут заработали там 15 тысяч рублей и так в голове щелкнуло, такие, типа, прикольно. Как вообще художники к коммерции относятся? Ты себе сделай финансовую подушку и уже между какими-то проектами ты можешь развивать творчество. Жуткое золото. Как правило, все приходят и говорят, нарисуйте мне Шварценеггера. И мы когда нарисовали, там реально просто у них поток пошел, потому что дети такие, блин, там Лего, я там обожаю Лего. И сейчас подумали, что можно корабли разрисовывать. Вот сколько может такой объект стоить? Красиво, выгодно, интересно. Всем привет, друзья! Это штаб-квартира Креатива. Подкаст о том, как создавать успешный креативный бизнес в Челябинской области. Проект реализуется при поддержке агентства международного сотрудничества нашего любимого региона. Меня зовут Никита Маркушин. Сегодня у нас в нашей студии Павел Щеклеин. Генеральный директор компании Граффити Раша, Граффити Россия. Организатор множества фестивалей, гигантских муралов и всего, что связано с этим. Паша, привет! Привет! Откуда вообще появилась идея, с чего всё это зародилось в твоей голове? Мы проводили большие фестивали, крупные, спортивно-массовые. И у нас там было одно из направлений, это граффити. Мы с ребятами решили в какой-то день организовать стритбол, воркаут, граффити. Назвали это СВГ и замутили что-то типа праздничного агентства. У нас там было много направлений. И одно из направлений было как раз граффити. И первый заказ мы сделали какое-то поздравление в подъезде. Нарисовали какую-то розочку за минут, наверное, 10. Потом выбежали бабушки, потому что начало в квартире очень сильно пахнуть. И всё, ему там за 10 минут заработали 15 тысяч рублей. И так в голове щелкнуло такие, типа, прикольно. Красиво, выгодно, интересно. Мы тогда даже не думали, что это незаконно, что может это кто-то наругать. Просто пришли в подъезд, нарисовали. И что было дальше? Как вообще начали формировать команду? Или что? Или звать каких-то художников? Это же целая комьюнити. Сначала только в Челябинске. Сформировали небольшую команду. Опыта построения бизнеса не было никакого. Просто так вот на интуиции делали, 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 делали. Потом выросли до какого-то потолка. И с командой, и с оборотом, и с количеством объектов. Просто решили уже делать какой-то бренд. Масштабироваться на всю Россию. И начали обращаться большое количество художников с России. Мы поняли, что если такой спрос и на объекты, и на художников, просто в какой-то момент решили сделать ассоциацию художников. Начали искать объекты по всей России, проходить разные образовательные тренинги именно по бизнесу. Вот ты озвучивал, что мы там ничего не согласовывали или что-то. Расскажи, как вообще строится этот процесс создания какого-то арт-объекта, с какими сложностями он сталкивается, какие пути вы проходите. Сначала зарождается идея. Мы можем тоже что-то хулиганское сделать и не согласовывать. Просто в зависимости от желаний наших. Если мы берем конкретно какой-то там объект, мы просто смотрим, на какой территории это находится, кому принадлежит. Все. Если она принадлежит не властям, а частникам, там вообще все просто. Пришел, предложил, сделал эскиз, согласовал, нарисовал. Там даже могут правки не вносить. Он будет вообще 100% творческий. Если это, не знаю, на главных улицах города, там сразу будет цензура. Ну, грубо говоря, цензурировать будет эскиз. Правки, 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 правки. Какие-то художники слетают, потому что они не могут перешагнуть. Их начинает бомбить. Да, да. Как так? Я вот такой крутой эскиз сделал, у меня такое эго. Я не смогу внести изменения. Ну, все, они могут меняться. Наверное, один из самых знаковых вещей – это набережная. Когда появились вот эти муралы огромные. Как эта идея зарождалась? Как вы это все организовали? Что за художники были об этом проекте? Мы в администрацию города ходили, наверное, лет 5, предлагали фестивали. А потом произошла вот эта ситуация с «Девушкой с Караваем». Да. Очень много жителей города и даже страны встали на защиту. Администрация увидела то, что, ага, значит, людям не безразлично вот это направление искусства. И все нас позвали и сказали, блин, давайте делать фестиваль, потому что такая крутая движуха. Я сам часто езжу по той же набережной с дочкой, она всегда рассматривает, она всегда знает. И это становится еще такими крутыми местами, навигационными. Да, да. Когда звонишь, говорят, а вот там, да, у верблюда давай встретимся, или вот там давай встретимся. Ты упомянул «Девушку с Караваем». Расскажи про этот проект вкратце, потому что, правильно ты сказал, я как житель Челябинска тоже ощутил вот этот ажиотаж, хайп, который был. Придумали такой эскиз, тоже наш художник из Челябинска, но он, наверное, самый первый был в рамках фестиваля, который планировался. Потом фестиваль перенесся на Сетскую набережную, но мы решили этот фасад просто сделать за свой счет, потому что он там прикольный и встречает жителей, которые приезжают. Ну, просто место прикольное. Вот, мы взяли, начали рисовать, все согласовали, и там конфликт произошел с рекламной компанией. Просто в тот момент, когда мы начали рисовать, они приехали и сказали, ребята, ну, не стоит, нас обоих забирают в полицию. Ну, это вообще, типа, я первый раз узнал, что там сейчас уже ребята там, ну, не бьют, вызывают полицию, говорят, мы хулиганы, я им показываю справку, они говорят, без разницы, мы по закону должны тебя забрать. Меня забирают, все, мы сидим там полдня в обезьяннике, пишем ответки, на следующий день мы выходим, они опять приезжают, вызывают опять на нас полицию. Я такой думаю, что надо делать, я вызываю на них, нас всех забирают. Ответка. Да, нас всех забирают, ну, и все, и там долгая такая была история, там нам отрезали эти все без воздушки, забрали себе, мы приехали с баллончиком, все нарисовали. Получилось так, что я еду там через неделю, поворачиваю голову, а там просто серая стена. Я такой, нифига себе. Так и в соцсетях, в соцсетях люди сразу. И мы на эмоциях бомбанули, все поддержали, и просто там один неравнодушный житель, женщина, она сказала, давайте я вас профинансирую, чтобы это отмыть. Все, нашел парень, который это отмыл, она появилась в таком грязном виде, но появилась, потому что ребята сэкономили на краске. И все, а потом у нас пандемия, мы думаем, что делать, давай маску ей нарисуем. Там нарисовали маску, там хайпанули, а потом уже просто понимаем, что сами мы фасад вряд ли восстановим, и нас там одна компания профинансировала, городская. И все мы восстановили, ну, маленько облик изменили, там она чуть-чуть стала такой, не такая уже восточная. Щечки, они говорят, что у нас поправилось, мы говорим, на пандемии сидела. Ну, типа там, на удаленке. Ну и все, вот сейчас как бы фасад живет, мы уж про него забыли, это тоже этот концерт как раз Щербакова был, смотрю, он тоже там, так вот фасад там, 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 и такие вот прикольно. Мы переместились в арт-пространство ArtFlow, ArtFlow, как переводится, кстати, ArtFlow? Творческий поток. Проведем небольшую экскурсию и проведем мастер-класс. Здесь у нас магазин, проводим мастер-классы, плюс это наш склад, где хранятся краска, там отсюда собираемся на объекты. По поводу мастер-классов, я когда сюда заходил, там есть здание заброшенное, и на нем как будто уже тоже мастер-класс проводили, то есть оно тоже в граффити. Ну да, здесь большой плюс в том, что в центре города мы находимся, выходим и просто бомбим стены, и никто ничего не говорит, все типа окей, ну, разрешают. Мы только что с Пашей были в студии, разговаривали про граффити, про граффити Раша, и вот он нас позвал в ваше арт-пространство. Вот, расскажи, что это за место, какая тут атмосфера, идея, что тут вообще происходит? Это наше творческое пространство. Здесь мы проводим мастер-классы, занятия для детей, для взрослых, проводим арт-вечеринки, творческие встречи, лекции. У нас есть два зала, пойдем сейчас сначала в первый, большой, основной зал. Его часто берут у нас под арт-вечеринки, также здесь у нас проходят занятия и лекции. А мастер-класс по мишкам у нас такой один из самых любимых и популярных, и все хотят своего уникального мишку. По стоимости такой мастер-класс у нас идет 3200 вместе с фигуркой. Давай поговорим про твою команду. Какие люди у тебя в команде, за что они отвечают, какой функционал? Если так поверхностно пройтись, то у нас есть офис в Челябинске, офис в Москве, есть отдел продаж, отдел маркетинга, офис-менеджеры, дизайнеры. Сотрудничаем порядка, наверное, сейчас уже 300 художников. Но в штате, с кем мы работаем, прям костяк такой, это человек 10 у нас. Именно в Челябинске, в Москве. Там человек, наверное, 15. А дизайнеры, ты говорил? Дизайнеры. История такая, что если мы берем фестиваль, то это творческие работы. И художники, как правило, когда не сезон, они зимой. Зимой готовят уже эскизы на эти фестивали. И когда фестиваль начинается, они их предлагают. У каждого фестиваля есть тематика, но каждый эскиз можно в описании сделать, чтобы он подошел по этой тематике. А дизайнер, он, как правило, когда художники на объектах рисуют, у них же времени нету, дизайнер просто под них готовит эскизы. Вот это все, афиши там для фестиваля. То есть, вот эта работа, которая уходит в СМИ куда-то. Презентации, плюс дизайнер, он всегда понимает, какой стиль у художника. Дизайнер должен понимать, как это будет на стене выглядеть, на фасаде. Расскажи про бизнес-модель. Оборот, выручка, то есть, на примере какого-то коммерческого, например, объекта. Клиент обращается с идеей, например, стенка 200 квадратов. Все мы делаем ТЗ, составляем эскиз, потом вносятся правки, все, потом художники идут рисовать. Если брать срок, если все прям гладко, дней 10. От звонка до реализации. Если сложности какие-то, то я думаю, что может даже месяц. Ну, ты сказал 200 квадратов. Ну да. 200 квадратов. Вот сколько может такой объект стоить? Да вообще по-разному. В целом эскиз легкий может 200 тысяч. Если суперсложный 3D, может миллион стоить. Как импортозамещение? Вот сейчас какие-то санкции сказались на материалах? Ну да. Раньше, если баллончик стоил 250, сейчас он стоит 560-540. Два раза? Да. А когда мы уже с клиентом работаем, ты ценник два раза не повысишь. Ну, типа, если раньше роспись стоила 200, то по лойке она должна стоить 400. Так не происходит. По факту, типа, в маржинальности мы в любом случае пострадали. Ну, и вот на таких небольших... Ну, это же, наверное, небольшой проект вашей работы. Какую удается там маржинальность выдерживать? По-разному. Ну, в целом от 20 до 50. Бывает, что полностью бесплатно рисуем. Вчера обратились, поедем рисовать бесплатно. Ну, то есть, это какая-то социальная история? Какая-то хайповая? То есть, какие проекты? Ну, нет, просто обратился там, я не помню название, детский дом, типа, нарисуйте. А если мы понимаем, что там подстанция, нам там три дня работы, ну, не вопрос. Типа, окей, у нас не будет. Слушай, а вопрос, вот заговорили, а есть у вас какой-то цензура какая-то внутренняя? За все проекты беретесь? Ну, нет. Вот, даже если говорят, деньги не проблема, ну, вот надо вот так сделать. Или вы как-то тоже обучаете клиента что-то говорить? Клиенту советуем, что будет лучше? Ну, в любом случае, по опыту. И говорим, там, допустим, если там фитнес-зал, либо что-то еще, лучше прорисовать супер уникальный эскиз. Если он будет масштабироваться, это будет его там брендом. Вот, потому что, как правило, все приходят, говорят, нарисуйте мне Шварценеггера. Мы им объясняем то, что если вы будете открывать второй, третий, четвертый, Шварценеггеров по всему миру миллион уже. Одна и та же фотография, там стоит он такой в позе. Мы, как правило, если жесткое ТЗ, мы делаем два варианта, которые клиенту и один творческий от себя. Что, блин, если он прокатит, мы кайфанем. Такое там тоже срабатывает иногда. Он говорит, блин, прикольно, типа, сделано. Вот там, по-моему, в садке рисовали полностью садик из лего. Задача была, чтобы дети и родители гордились и мечтали ходить в этот садик. И он такой на горе стоит. И мы, когда нарисовали, там реально просто у них поток пошел, потому что дети такие, блин, там лего, я там обожаю лего. Приходят, а в садике нету лего. А в садике пластилин. Про Дмитрия сговорили, чем твой партнер занимается? Какой его функционал? Ну, у него реализация, у меня продажа, если прям сократить. Вот, плюс есть еще партнер в Москве. А конкурент, есть у вас вот конкурент? Конкуренты какие-то такого масштаба? Каждый год появляется очень много конкурентов. Мы за всеми следим. Но по факту в каждом городе есть ребята, которые тоже очень круто делают, но они принципиально работают только на себя. Вот, по факту они тоже конкуренты. Опа, вот мы и в офисе, в Граффити Раша, со мной Дима. Дима, привет. Сразу видно, кто работает, а кто по подкастам ходит. Пойдем, покажешь, расскажешь, кто у вас работает. Да, пойдем. У нас тут, получается, делится два офиса, можно сказать. Тут у нас самый лучший менеджер находится и куратор проектов разного формата. А рядом самый лучший товарищ, вот это Кирилл Цикур. Он знает все и вся от реализации до исполнения. Тут обрабатываются и ведутся диалоги, настраивается связь с клиентом. Много документов разных, спецификации высотной работы, пожарная безопасность и всего-всего-всего такого остального. Сколько у вас сейчас примерно, Дим, проектов в работе? Да, вот у Марины в работе 50 клиентов, как в этом году, так и на следующий год. И эта цифра скачет от месяца к месяцу в любом случае. Как вообще художники к коммерции относятся? Мы ребятам объясняем то, что вначале ты себе сделай финансовую подушку вот эту. Имидж, портфолио. Да, и уже между какими-то проектами ты можешь развивать творчество. И тогда у тебя будет вообще все там в балансе. Ценообразование художника от чего зависит? Ну... От его опыта или регалий? Ну, можно в сравнении с артистами взять, с певцами, также от уровня гонорара, от уровня мастерства, от имени художника. Ну, и, соответственно, это уже скиза. Потому что мы художникам тоже объясняем то, что если клиент попросил большую скидку, мы все, получается, понижаемся. Художник тоже понимает адекватно и то, что там окей. Когда мы понимаем, что типа все, у нас менеджер хорошо сработал, никаких скидок нет и прямо все в рамках ценообразования правильного, то и художник тоже получает побольше. Хватает художников в Челябинской области? Ну, в целом, кто рисует банками, их не так много. Там, наверное, есть какой-то дефицит. А если мы берем кистями, то по факту все вузы города, которые выпускают художников, вот все, их очень много. То, допустим, если стена, квадратура большая, то банками просто быстрее залить этот момент, чем, допустим, кисточкой вырисовывать 100 квадратов. Самый большой объект, который вы делали, и сколько времени он занял? Вот этим летом рисовали, вот там, наверное, сейчас скажу, два здания, одно 9 тысяч квадратов, второе порядка 12, ну, там, вот там, грубо говоря, ну, там 20 тысяч квадратов, вот такое. Какой у вас сейчас вот проект такой, не знаю, самый амбициозный, может быть, большой проект, который вот в данный момент? Вот это фестиваль «Наш Мурал», который проходит там по области, и отбор художников происходит, да, и мы стараемся отбирать, как приглашать и приглашенных гостей из России, да, там, художников. Но в районе там 70 на 30 это у нас там стараются местные уральские художники реализовывать проекты и там вообще реализовывать себя там в рамках фестиваля. Пытаются там вникнуть в культурный код там именно местности и города, вот, где будет это происходить. Примерно так, как 11 регионов у нас, 11 городов по Челябинской области, ну, так, условно городов, потому что там, понятно, и селы, и поселки вот какие-то, примерно там с 10 числа там до конца месяца, там, ну, за 20 дней, я думаю, мы реализуем это. За 20 дней? Вот, ну, может быть, чуть-чуть задержимся в связи с тем, что там у некоторых художников определенное свое расписание. Халлофейм. Какое-то английское слово, да? Опять, англицизмы. Ну, просто согласованно с властями делается стенка, вот у нас в городе сейчас три, одна на вокзале, вторая в парке Гагарина, третья, мы тоже открывали, но я не помню где, потому что не я открывал, а партнер. Все, просто подготовленная крутая стенка, где художник просто приходит, отрабатывает свой стиль, слушает музычку, полицейские приезжают, ему хлопают, с ним фотографируются и все. А, ну, чтобы не рисовали на стенках нелегально, да? Да, да. И это по всему миру существует. Но там все равно так прикольно, потому что считается, что, типа, если, ну, там, есть крутые художники, да, они свой текст сделали, то другой не может его перекрывать. А Халлофейм, он подразумевает, что там постоянно перекрытие, рисуют, рисуют, и там тоже, когда ребята приходят и видят там своего кореша крутого, он такой, блин, не буду его трогать, а вот здесь, типа, молодой, его зарисую. А что вдохновляет вот заниматься этим делом? А, ну, мне кажется, то, что каждый проект, он уникальный, и нет никогда рутины, потому что процесс весь творческий, интересный, и все. Вызовы, да, наверное, тоже вдохновляют? Ну, вот, у нас, типа, один из этих надо самолет разрисовать, мы просто пока не можем выйти, где прям... Боинг? Боинг. И сейчас подумали, что можно корабли разрисовывать. Есть у нас еще одна рубрика, вот, она называется «Правда, неправда?» Я буду читать тебе какие-то факты, новости, можно так сказать, и ты должен мне ответить, правда, может это быть, или это вымысел. Искусственный интеллект в итальянских музеях будет судить о популярности художников по выражениям лиц посетителей. Как думаешь, правда, неправда? Я думаю, правда. Да, это правда, ты правильно сказал, это все чистая правда. Второй факт. Власти Челябинской области запретили проводить граффити-фестивали по всему региону и обещают арестовывать собравшихся художников по причине увеличения числа граффитистов-вандалов, которые портят внешний вид фасадов домов и исторических зданий. Ну, мы же сейчас фестиваль проводим, значит, неправда. Никого не арестовали пока? Нет. Ну, все, точно, неправда. Третий факт. Бэнкси лишился права на свою работу метатель цветов, отказавшись раскрыть личность. Речь идет о граффити, нарисованном в 2003 году в Палестине. Я думаю, правда, потому что он не раскрывает очень давно свою личность. Мне кажется, там супер пиар у него и крутая команда. Да, посмотрите обязательно фильм, выход через сувенирную лавку, отличный. Да, это правда, ты был прав. И четвертый факт. В 1984 году мэр Уилсон Гуд основал сеть антиграффити и нанял Корнбред, это Дэрил Макрей, известный граффитист, чтобы тот помог ему остановить распространение граффити в городе. Сеть антиграффити со временем превратилась в программу настенного искусства, крупнейшая программа паблик-арта в США. Я думаю, правда, по-моему, в каком-то фильме про историю граффити это там рассказывается. Ну и частично, кстати, по-моему, в фильме Бэнкси тоже пробегают какие-то моменты. Да, это правда. Максим, привет, Никита. Расскажи, что будем делать, что это за такой мастер-класс? Ну, будем расписывать у такого медведя. Посмотрим, какие есть баллончики, для чего они используются. Насадки, капы на них. Насадки отличаются, да, толщиной линии, то есть давлением, которое дает банка. Берем банку, начинаем рассылать. Почему всегда встряхивают баллоны? Ну, на дне банки скапливается пигмент, то есть для того, чтобы его размешать, краска была более плотной, надо потрясти. Жидкое золото. Если мы хотим что-то детализированное сделать, то мы чем будем пользоваться? Какими-то кистями? Тут уже надо будет, наверное, пользоваться трафаретами, да, то есть мы будем как-то их обклеивать, потом снимать. Потом его можно будет поставить на интерьере, мне подарить этот сувенир. Поехали дальше. Вот у меня тут тоже было написано «Привет, сосед». Это какой-то сериал или что? Расскажи. Ну, это мы решили с ребятами, то, что у нас краска заезжает, заезжает, заезжает на склад, и полки ломаются, там уже 60 тонн. И мы такие, блин, надо что-то с этой краской делать. Придумали просто «Привет, сосед», конкурс в соцсетях, за дворы голосуют. Кто победил, мы приезжаем, бесплатно рисуем. И ты говоришь, осталась краска. Что это? Не коммерческий проект? Мы ребятам платим маленько бонус за то, что они тратят свое время, и все. Дай какие-нибудь советы ребятам, кто может, хочет пойти по истории работы с художниками. У нас тоже с ребятами прикол идет. Мы рисовали как раз в этом в арене, в Омске, в Омске арене. И ребята такие включили какой-то подкаст, там три часа мы слушали про современное искусство. Слушали, слушали, слушали. И в конце, так, ну вот сейчас нужно подытожить и дать совет. Мы такие выключили музыку, подошли, колонки. Так, ну сейчас вот мы все миллионерами станем. И там такой парень какой-то там холсты продает там по 10 миллионов. Он такой, главное это верить в себя. У вас все получится. Главное, мне кажется, просто не лениться и делать. Все. И понизить эго. Ну, где-то через себя перешагнуть, понять, что это нужно для развития, для дела. А уже потом, когда будешь крутой, можно и корону одеть. Сколько фонд соберет. Ну что ж, друзья, мы, конечно, без подарков вас не оставляем. У нас в ВКонтакте по ссылке можете переходить, читать условия конкурса, обязательно участвовать. И мы в этот раз разыграем книгу. Она уже появилась у меня в руках. Замечательная книга. Ричард Брэнсон, к черту, все, берись и делай. Полная версия, обязательно полная. Знаете, ценится. Не короткая, не электронная. Физическая. Стоит очень дорого, мне сказали. Очень дорого стоит. Можно было целый мурал нарисовать где-нибудь. Еще раз переходите по ссылке. Розыгрыш будет во ВКонтакте, в паблике. Участвуйте, обязательно выиграйте. Сейчас, Паша, попросим тебя поставить свою подпись. Я поставлю. Можешь там, я не знаю, номер телефона оставить. Спасибо, что пришел к нам. Очень интересная у вас история. Желаю огромного успеха вашей компании. Дальше делать еще больше мурала, еще больших холстов, еще больших проектов. Очень круто, что ваша компания ограничит на креативе и предпринимательстве, что вам удалось вот это вот совместить, несовместимое. Спасибо агентству международного сотрудничества за организацию данных подкастов. Дальше будет еще много всего интересного. Проявляйте активность, лайкайте, пишите комментарии. Для нас это очень важно. Всем пока. А хулиганить это, ты говоришь, иногда хулиганим. Что делаете? Ну, с ребятами просто везде ходим и тегаем. Я пацанам говорю, не надо хулиганить, но еду. Продолжение следует...